День с толком Очень неожиданно. Вячеслав Франк избран мэром Барнаула. Увезли за город, чтобы убить. Следователи взялись за дело криминальных авторитетов из Бийска. Варить борщи – это не любовь. В чем семейное счастье необычной пары из Барнаула? Новым мэром Барнаула избран Вячеслав Франк. Выборы без интриги прошли сегодня на заседании городской думы. За него отдали голоса 29 народных избранников. После избрания новый глава признался, что волновался, но к новой должности морально был готов, так как баллотировался осознанно. А в работе ему будет проще, уверен Франк, потому что не придется начинать, а лишь продолжать работу предшественников. Правда, существующую структуру власти хочет скорректировать. Мы затронули с вами сегодня в моем выступлении такую важную, наверное, проблему, как изменение самой структуры. Вот это очень ответ... Да, структура администрации. Вы ее измените? Мы будем пробовать ее менять. Мы заложим здесь принцип основной – это не навредить. Это процесс небыстрый. Под должностные обязанности появляются лица, которые способны исполнять те или иные должностные обязанности. Ошибка есть, когда мы под фигуру делаем должность. Но увольнений не планируется, подчеркнул Франк. Более подробно о своих задачах на посту мэра он обещал рассказать на встрече с журналистами в ближайшее время. В целом же день выборов отметился яркими выступлениями и неожиданными решениями. Так, один из кандидатов взял самоотвод еще до начала заседания, а двое – сразу после весьма неоднозначных выступлений. Подробнее о том, как депутаты мэра выбирали, смотрите в вечернем эфире. Сразу после объявления результатов голосования мы решили узнать у горожан, вообще знают ли они, кто такой Вячеслав Франк, и грядут ли, по их мнению, изменения в Барнауле. Мэра города выбрали в Барнауле, Вячеслав Франк зовут. Слышали о таком? Нет, не слышали. Кто? Не слышала. Никак. А о нем слышали? Знаете, кто это? Нет. А как выглядит? Понятия не имею. Как вы к этому относитесь, что его выбрали? Не знаю, нормально. По обстановке снежной проблемы в городе, офигенные. То есть плохо начал? Плохо начал? Нет, последние два дня хорошо начал. Ну, будем надеяться на улучшение жизни. Его избрание приведет к чему-то хорошему в городе, положительному? Да бог ей знает, они все ведут нас не к лучшему, а к худшему. А как к этому относитесь? Решение суда оставить без изменения. Алтайский краевый суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу депутата АКЗС Ирины Тепловой. Напомним, ее признали виновные в пособничестве при растрате. Вместе с поддельниками Теплова похитила государство более 115 миллионов рублей. Подсудимые назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в 1 миллион рублей. Естественно, что виновная Ирина Георгиевна себя не считает, поэтому подала апелляцию. Только вердикт и наказание оставили без изменений. Это значит, что скоро депутаты АКЗС должны рассмотреть вопрос о снятии с Тепловой депутатских полномочий. Переходим к другой теме. Барнаул входит в 20-ку городов России с самым загрязненным воздухом. Кто виноват и что делать? Накануне обсудили ученые, журналисты, экологи, энергетики. На встрече был наш корреспондент Илья Кочетков. Ему слово. Зима – это не только морозный узор на стеклах, но и смог. Едва над Барнаулом устанавливается холодное безветрие, как в воздухе появляется едкий синий туман. Одна из главных причин – дым печного отопления частного сектора, особенно в старой части города. Загрязняющие вещества, поступившие в этом районе, они никуда не переносятся. Они практически остаются в этой местности. Плюс к ним еще стекают другие из других районов за счет понижения формы. Плюс дымящие трубы ТЭЦ, выхлопы автомобилей – итог очевиден. Барнаул среди 20 городов России с самым грязным воздухом. Фиксируют и вредные примеси, и сажу. Но если географическое расположение города изменить невозможно, то от дыма избавиться можно. Эксперты считают, что оптимальный вариант – переход на газовое отопление. Или безопаснее и дешевле, чем уголь. Люди, которые перевелись с дровяного и угольного топлива на газ назад, я не знаю ни одного, кто бы пришел в расторг договор поставки газа и все назад вернул. То есть все равно выгодно. Все равно это, во-первых, колебание температуры, более комфортное проживание. Это можно жилище покинуть, и у тебя там все в автоматизированном режиме будет греться. Ученые подтвердили, за последние годы с постепенным переходом на газ частного сектора воздух стал заметно чище. Но этого мало. Участники «Круглого стола» признали, нужна комплексная программа, включающая газификацию, озеленение, продуманную застройку. Свою роль должны сыграть городские власти. И, безусловно, каждому барнаульцу нужно начать с себя. Не оставлять машины с включенным двигателем, не жечь мусор, не топить бани всем, что горит, и помогать благоустраивать город. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. 4 тысячи интернет-преступлений произошло с жителями Алтайского края в прошлом году. Ранее эта цифра была почти вдвое меньше. И попадаются в руки онлайн-преступников не только люди пожилого возраста. Потому что каждый год мошенники придумывают все более извращенные способы обмана. Об этом сообщили накануне в ГОМВД по Алтайскому краю. Если раньше человеку по телефону сообщали, что его родственник попал в беду и требуются деньги, то сейчас аферисты представляются, например, сотрудниками банка, просят назвать пин-код, номер карты. Это лишь один из примеров. Причем процент раскрываемости таких мошенничеств составляет всего 20%. Куда лучше в крае обстоят дела с охотой на лидеров наркопритонов и закладчиков. Сотрудниками главка в прошлом году было изъято больше 420 килограмм наркотических веществ. В результате мероприятия была пресечена деятельность 25 наркопритонов. Всего органами внутренних дел расследовано 1938 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Всего же за год в регионе произошло 37 тысяч преступлений и совершено 171 убийство. Их раскрываемость более 90%. В МВД по краю отмечают, что стало меньше краж, поджогов, разбойных нападений, уменьшилось количество ДТП, правда, всего на 4%. В итоге в 2019 году на дорогах края произошло почти 2800 аварий, в которых погибли 12 детей. А вот семейные конфликты жителей региона вылились в 2301 уголовно наказуемое деяние. А эти кадры мы получили от Следственного комитета по Алтайскому краю. На них запечатлена драка возле ночного клуба в Бийске. Видно, как двое бейчаны сбивают 35-летнего мужчину, затем укладывают свою жертву в багажник автомобиля. По версии следствия, потерпевшего хотели убить за города. Подозреваемые нанесли мужчине многочисленные ранения в жизненно важные органы. И, несмотря на это, он сумел оказать сопротивление и скрыться от своих недоброжелателей. Известно, что похитители имеют авторитет в уголовно-криминальной среде. Оба ранее судимы. Следователям и оперативникам удалось задержать подозреваемых. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Проведены обыски по месту жительства задержанных. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Мы продолжаем рассказывать вам о интересных парах Барнаула. И сегодня, в День всех влюбленных, представляем вам семью, которой пришлось непросто. Они пережили страшную аварию, научились принимать друг друга по-новому и сплотились настолько, что открыли семейный бизнес. Станислав и Ирина Яковенко. Мы часами все чай пить и разговаривали. Разговаривают уже 15 лет. Диалог – пятый элемент счастья семьи Яковенко. Они познакомились в студенчестве. Спустя неделю Станислав случайно, а по официальной версии, представил Ирину своей маме, чем удивил девушку. А Ирина понравилась Станиславу. Она была красивая, мудрая и щедрая. Купили мне штаны в ботеннике. Причем складчину пополам. Лины штаны, а ботеннике торгуют на магазине. Для нас на 100 лет за подельный день 4 тысячи за штаны. После штанов общие планы стали значительнее. Создали семью, родили ребенка. Стабильный уют разрушила авария. Лишив Ирину способности ходить, она едва не лишила их семьи. Это было непростое время, вспоминают супруги. Ругались, учились друг друга слышать и принимать себя новыми. Я находила в себе силы продолжать жить дальше и не грузиться по поводу того, что я там на коляске и продолжала жить прежней активной жизнью, что показало ему, что действительно не все на этом закончено, что мы можем жить и дальше, несмотря на то, что я оказалась в инвалидной коляске. И как показала практика рожать детей. Кирилл занимается дзюдо, Ева поет. Вместе помогают маме готовить, потом съедать, а папе – разминать тело. И ум. Крячусь, под крователем, за дверью, по шторкой и по столу, и по стволами. Станислав говорит, дети учат спокойствию и уравновешенности. Семья вообще меняет мировоззрение. Жена становится лучшим другом. Основой всего – доверие. Интерес друг к другу подогревает развитие. А дает его поддержка. Ирине надо поехать в командировку на неделю. Я с гипсом, тремя детьми. Она говорит, а как я поеду? Я говорю, ну а как, ну езжай. Трежа охота. Прилетаю через два дня в Москву на слет там Единой России. Только прилетела. Я говорю, ну ладно, что давай. Тяжело, конечно, но в этом заключается любовь, что человек охоты – это душ его крылья. Это любовь. А когда вводим мне борщи, это не любовь. Это пользование человеку. Сегодня в День всех влюбленных супруги обменяются подарками. Без них не обойдется, так как сюрприз для себя Станислав случайно уже увидел. А затем большая семья по традиции соберется на кухне с кружками чая. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». Итоги дня подведем в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова